Турецкий язык. Производные имена. Турямич и Симлер. Аффикс джи. Производные имена. Это имена существительные, созданные при помощи присоединения словообразовательного аффикса к корню или основе слова. Сегодня мы рассмотрим аффикс джи, который имеет 8 вариантов по гармонии гласных и согласных. Это джи, джи, джу, джу и чи, чи, чу, чу. Этот аффикс образует существительное из существительного. Рассмотрим, что образуется при помощи этого аффикса. Первое. Он может обозначать название специальности или профессии. Например, аж это еда или пища. И при добавлении аффикса по гармонии гласных, так как у нас аж заканчивается на глухую согласную, то мы добавляем аффикс, который начинается с че. И так как у нас а, мы добавляем и, получаем аж чи. Повар. То есть человек, который связан с едой, который приготовляет еду. Или, например, джи, это зуб, а джи, чи, будет дантист или зубной врач. То есть человек, который занимается зубами. Еще пример. Гёзлюк, это у нас очки. И гёзлюк, чу, это у нас оптик. Человек, который понимает в очках. Но это в Турции также может быть и человек, который продает очки. Который связан с этой сферой. Гёзлюк, чу, оптик. Спор, спорт. Спор, джи, спортсмен. Человек, который занят спортом. Демир, железо. И человек, который работает с этим железом, это кузнец. Демир, джи, кузнец. Еще пример. Топ, это у нас пушка. Есть это же слово, которое обозначает и мяч, но также это слово обозначает и пушка. И топчу, это артиллерист. Человек, который с этой пушкой работает. Также еще в разговорном турецком языке топчу говорят на футболистов. То здесь уже исходит от слова мяч. То есть топ, мяч и топчу. Человек, который связан с мячом. То есть в народе это футболист. Говорят, например, толга и бир топчу. Толга хороший футболист. И вот здесь используют не футбол джу, а топчу. То есть значит у нас топчу может быть как и футболист, и как артиллерист. Еще слова при присоединении аффекса джи могут обозначать названия людей по их интересам, хобби или увлечениям. Например, ав, охота. Авджи это человек, который занимается охотой. Охотник. Ав, авджи. Или балык, рыба. И человек, который ловит рыбу, это у нас рыбак, балыкчи. Балык, балыкчи. Футбол. У нас футбол, и футболист у нас получается футбол джу. Футбол, футбол джу. Шаркы. Это у нас песня. И человек, который занят песней, то есть поет, это у нас шаркы джи. Певец. Шаркы, шаркы джи. Фотоураф, фотография. И фотоурафчи у нас фотограф, человек, который занимается фотографией. Фотоураф, фотоурафчи. Санат, искусство. И санатчи это у нас артист, художник, любой человек, который занят искусством. В Турции санатчи говорят на художников, на архитекторов. Это может быть музыкант, это может быть режиссер, это может быть актер. Для всех этих людей у нас есть одно слово санатчи. Также этот аффикс может наделять качествами человека, связанными со словом, к которому присоединяется аффикс джи. Например, шака, шутка и шакаджи у нас шутник, то есть человек, который постоянно делает шутку, постоянно шутит. Или инат, упрямство, значит человек, который все время упрямится, у нас инатчи. Упрямец. Инат, инатчи. Уйку, сон, значит человек, который все время спит, у нас уйкуджу. Соня, уйку, уйкуджу. Ялан, ложь, яланджи, лжец. Дедикоду, сплетни, значит человек, который все время делает дедикоду, это у нас дедикодуджу, сплетник. Кин, это злоба. И человек, который все время проявляет злобу, у нас кинджи, это значит злобный. Еще аффикс может обозначать принадлежность человека к определенной группе людей. В Турции это часто можно слышать. Например, милет, национальность. И милетчи, это националист. Например, есть националистическая партия, и человек, который считает себя приверженцем этой партии, на него говорят милетчи, националист. Или атотюрк, это атотюрк, первый президент Турецкой республики. И люди, которые следуют учению атотюрка, называются атотюркчу, атотюркист. При помощи этого аффикса мы показываем принадлежность человеку к этому движению или к этому учению. Или, например, ислам, ислам, и ислам джи, это исламист. То есть вот здесь нужно понимать, что это именно не мусульманин, ни в коем случае, а это то, что в понимании в русском языке исламист. Которые по своему виду, по своей атрибутике, вроде как, по внешнему виду показывают, что они приверженцы ислама. Ислам джи, исламист. Тюрк, турок, и тюркчу, это тюркист. Это человек, который очень похож с националистом, с милетчи. Есть в Турции такое движение, как тюркчулюк. Это когда люди считают, что турецкая нация, она как бы особенная. И которые мечтают собрать все тюркские национальности под одно большое тюркское государство. Еще говорят по-русски на это панк-тюркизм. Вот тюркчу, это как раз обозначает человека с такой идеологией. На этом этот короткий урок подошел к концу. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Продолжение следует...